Где знак парковочки? Сбосса постановки транспортного средства на тротуар где? Вы знаете, вот, от гостиницы мне сказали, что парковок. Я понимаю, государственный инспектор дорожного набора, позитив документы ваши, разрешите. Этот тротуар в селе Витязево уже давно перестал быть пешеходной зоной. Возле кафе и гостиницы туристы вплотную паркуют свои машины. Кто-то, судя по светоотражающей пленке, на длительный срок. Согласно правилам дорожного движения, оставлять авто на пешеходных дорожках, автобусных остановках, перекрестках и на расстоянии менее трех метров от осевой линии строго запрещено. Однако, собственников гостиниц, по-видимому, не интересуют, где и как должны парковаться их постояльцы. Есть ли куда вашим клиентам ставить данные транспортные средства, и когда они отсутствуют, что происходит? И где выходят люди у вас в гостинице, и куда им на проезжую часть необходимо выйти, чтобы идти? Да, здесь тротуаров нет уже. Конечно, их нету. Или просто за машинами не видно. Два-три парковочных места на 30 номеров. Такая ситуация почти в каждой гостинице. При строительстве предприниматели экономят на стоянке, предпочитая использовать площадь более рентабельно. В итоге проблемы получают город и его жители. По такому тротуару и в одиночку не пройти. Не то, что с коляской. Мамам с детьми приходится осваивать проезжую часть. Нужно просто где-то парковки другие. Или, я не знаю, тротуары какие-то выделять. Потому что дети идут, они же не смотрят. Только следить нужно. Глава города Юрий Поляков поручил создать муниципальную службу эвакуации для того, чтобы ликвидировать все стихийные парковки. В то же время нужно предоставлять людям альтернативу. Если мест под стоянку возле самих объектов нет, значит нужно организовывать так называемые перехватывающие парковки. Глава города также поручил проработать этот вопрос. Отдел ГИБДД уже готовит предложение. Собрать всех наших предпринимателей, провести открытое совещание и прийти к тому, чтобы человек, который приезжает на отдых сюда на личном транспорте, чтобы у него уже было включено парковочное место, стоимость проживания. То есть человек приехал на 10 дней и предприниматель, который предоставляет ему жилье, уже предоставил ему парковочное место. Не возле своей гостиницы, потому что мы видим в городе Анапа уже застройка настолько плотная, что у нас возле домов помещаются 2-3 машины. Каждый отель может арендовать любую свободную территорию под парковку и предоставлять своим постояльцам по-настоящему полный перечень услуг. От этого все только выиграют. В любом случае оставлять эту проблему без внимания нельзя, иначе такими темпами курорт скоро превратится в одну большую и хаотичную стоянку для машин. Ольга Родина, Ксения Сипко, Анапа-регион.